Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Напоминаю, просто напоминаю, пожалуйста, заземляйтесь! Соединяйте себя с планетой Земля, потому что очень много людей, живущих в городе, забывают, что Земля под ногами. Я говорю сейчас о всех царствах природы. И когда человек в альянсе со всем живым мирозданием планеты, тогда он в состоянии чувствовать, тогда он в состоянии единого биения сердца. Иначе нас выбивает, и мы болтаемся в облаках, не способные ничего делать. Поэтому, дорогие друзья, заземляемся! И еще, если вы живете в негативной атмосфере, пожалуйста, вдох, на выдохе, на уровне вытянутой руки, формируем вокруг себя шар и создаем мысленно зеркальную оболочку. Тогда негативные энергии не будут таким потоком заходить в вас, чтобы он вас сносил просто. Почему я напоминаю? Да потому что очень много самых простых, элементарных действий вы можете сделать для себя, если вам действительно тяжело справляться. Если вам кажется, что у вас ничего не получается, ничего не выходит, денег нет, работа не нравится, то благодарите Вселенную, благодарите все мироздание, благодарите каждого человека планеты Земля, благодарите свое прошлое, благодарите свое будущее, благодарите все, что с вами происходит и что вам сейчас предоставляется. В марте месяце идет жесткий экзамен. Это как входной билет в новый мир. И есть такая фраза эзотерическая «На вратах рая стоит ангел смерти». Поэтому экзаменаторы – это темные силы. Поэтому, если мы справляемся, если мы проходим через эти темные испытания, значит, тогда мы способны удерживать свет. И вот после этого вы уже будете себя чувствовать очень и очень хорошо. Поэтому сдаем экзамены. И это март. Это не март 2023 года. Это март другой 2024. И вы уже почувствовали этот март с первого числа. И особенно яркие дни были 11, 12, 13 марта. Поэтому, дорогие друзья, учитываем то, что март – месяц испытаний, и у всех они разные, потому что мы все проходим разные уроки. У нас у всех разные были задачи изначально. Поэтому помогайте себе всеми способами. На канале здесь есть очень много сеансов всевозможных. Также я предлагаю постоянно – это 432 Гц, 528 Гц. Когда вы освобождаетесь от низкочастотных энергий и впечатляетесь этими музыкальными сеансами. Это очень интересное освобождение. Приглашайте к этим освобождениям мастеров звука – это хаторы. Я думаю, что будет идти более интересный сеанс вместе с ними. Приглашайте высшие цивилизации в своих прохождениях в марте. То есть через этот март нужно пройти. И чем спокойнее, гармоничнее, мирнее вы будете воспринимать свои проблемы, ну, хуже смерти ж ничего нету, правда? То тем легче вы сдадите и тем быстрее вы сдадите этот мартовский экзамен. Сегодня я всем нам предлагаю тему Волобуевой Елены «Человеку о переходе», читает Лоран. «Дорогой друг, когда ты осознаешь, что в твоей жизни самый главный инструмент для реализации твоей души – это твое физическое тело, тогда ты придешь к полному принятию себя и по-настоящему начнешь любить себя, а также будешь бережно относиться к своему здоровью, осознавая, что твое тело – это физическая оболочка твоей души и управляешь ты ею посредством своего разума». О переходе. Все же в курсе, что мы куда-то переходим. Мы действительно переходим. И переходить будем еще долго. Основная задача, цель перехода – расширить свое сознание и научиться пребывать в благостном, равновесном состоянии. Эмоции отходят. Вообще, не на задний план, а просто перестает управлять человеком и его жизнью. Выходит на первый план чувствования и управления своим вниманием. Так вот, важный вопрос себе, каждому. Я спешу перейти? Я делаю все, чтобы типа успеть? С какими такими эмоциями я куда-то там иду? С боязнью не вписаться? С тревогой за что-либо? С сомнениями? Соответствую ли я? Потому как именно такие эмоции и состояния никуда не переведут. И этот массовый, шизофренический, нагнетаемый из каждого утюга посыл быстрее, выше, сильнее, как раз и держит людей в напряжении и, соответственно, тормозит. Снимите важность перейти, успеть, просветлиться. Ожидания и зацепки чреваты разочарованиями. Важно научиться любить себя и жизнь здесь и сейчас при всем, что бы ни происходило рядом. Это пропуск, если можно так сказать. Потому что спешка, состояние неудовольствия от того, что есть, понимание всего замысла игры, еще больше приковывает к этой матрице. Ее тоже нужно научиться любить. Замысел вибрировать высоко не там, потом, после перехода, а здесь и сейчас, в самой игре. А время действительно сократилось, и ценить нужно каждый момент. Отмирание шаблонов ума и собственных представлений о себе – очень болезненный процесс. И это сейчас происходит со многими. Ты понимаешь, что да, это уже не про меня. Установка устарела, а я так больше не могу и не хочу. Но насколько плотно она проросла, что даже выкорчевав ее из себя, остается на этом месте зияющая пустота, а у кого-то рана. И человеку болит. Болит и рана, и пустота. И если пустоту заполнить нечем, вернее, не знаешь, не чувствуешь, чем заполнить, возможно, нужно просто время, чтобы нащупать, прочувствовать, а что на самом деле мое? Обо мне. Для меня. И приходит осознавание того, что ты можешь творить то, что пожелаешь, то, что вдохновляет. Но часто у человека отсвечивает какая-то неуверенность. А как должно быть правильно? Как должно быть, чтобы не навредить ни себе, никому? Как творить так, чтобы для наивысшего блага? Нет правильного и неправильного. Если вы на максимальной чистоте, высоте, честности с собой, все для вас правильно. И часто поднимается вопрос. Хочется чего-то такого настоящего, легкого, даже простого, без мешуры и соответствия стандартам. Как это понять? А вдруг это никому и не нужно? Определенный уровень состояния у многих пробужденных душ уже не позволяет хотеть чего-то такого материального, бытового, для жизни в понтах. Не хочется создавать фантики. И есть четкое понимание. Да, нужно что-то более глобальное. Так, чтобы не только для себя. Но мир по-прежнему и все более и более напоминает слоеный пирог. Каждый на своем витке и в своем перерождении. И не с каждым тебе по пути. И часто человек опускает руки, потому что самому как-то стрёмно. Или хочется поддержки. Или чего-то как-то еще. А если? Продолжать просто исследовать себя и проявлять свою ценность, не для чего, чтобы что-то кому-то, а просто потому, что это суть тебя самого. Ты не можешь этого не делать. Тогда каким-то волшебным образом обязательно находятся свои и те, с кем и тебе, и им с тобой по пути. Сейчас четко идет погружение у многих в себя, в свою суть. Идет понимание, что опять что-то отмирает. И нет смысла за это держаться. Даже хоронить и оплакивать нет смысла. Нужно отойти подальше от разлагающегося трупа. И нужно остаться с этой пустотой, которая внутри и снаружи. Остаться с ней. Побыть в ней. Очиститься в ней. И продолжать дышать. Слушать себя. Наполнять просто светом. Не впихивать в себя то, чего не чувствуешь на самом деле. И довериться. Довериться пустоте своей души. И подсказки придут обязательно. Только в полной тишине. И все принятия. Позволение себе слиться с этой пустотой. Абсолютом освобождение от страха и напряжения можно уловить новое направление. То, что все равно неминуемо развернется. И вот тогда нужно просто опять сделать выбор. Выбор сердцем. Потому как ум, возможно, уже ничего не подскажет. В нем пустота. Он перестает вещать на все ярлыки и пытаться объяснить необъяснимое. Он ум. Больше не главный. Во всей многомерной конструкции. Он больше не навязывает то, чего кто-то якобы ожидает от себя. Он становится прекрасным помощником для анализа и одновременного креатива в отношениях. Так и должно быть. Исследуйте себя с любовью и вниманием к себе. К любым составляющим своей многомерной конструкции. И прислушивайтесь к каждой составляющей себя. Там все правильно. И все о вас. Про вас. Для вас. Волобуева Елена. Маленькое дополнение. Очень часто многие люди пишут, опять то же самое. Но на самом деле это не то же самое. Это вот когда вы вперед продвинулись, а потом из-за каких-то преодолений, сомнений, переживаний у вас откат назад. И вот нужны новые силы, чтобы опять сделать этот прорыв. А где их брать? Когда вы даже не понимаете, что он нужен, этот прорыв. Даже если вы очень больны. Нужен этот прорыв. Поверьте. Потому что только из этого нового вы очень быстро начинаете свою клетку разворачивать в своей ДНК. Поэтому вот этот настрой внутренний, победоносный, он очень важен на любой стадии. Куда бы вы ни пошли, чем бы вы ни занимались. Поэтому всегда фокусируйтесь на вот этом едином и неделимом. В котором есть все. или на этом общем, в котором есть та мощь, с которой вы совместно справитесь и пройдете это испытание гораздо легче, гораздо интереснее и гораздо веселее. С вами в преодолении.